Всем привет! Сегодня готовлю бисквитный рулет. Этим рецептом со мной поделилась моя подписчица Ирина. Канал у неё называется Счастливая. И прежде чем мы приступим к приготовлению, я вам предлагаю посмотреть следующий ролик. На её канале вы найдёте много и полезной информации о том, как из чего построить курятник, какой лучше и как лучше содержать курочек. Также опытная хозяйка расскажет, какие соорудить гнёзда, чтобы курочки хорошо не слись, чем кормить курочек надо, как за ними ухаживать. А также опытная хозяйка поделится своим опытом содержания овец. Какой загон нужен, из чего. Также она расскажет, с помощью какого инкубатора лучше выводить тенцов. Как правильно следить за температурой, чтобы в итоге получить хороший результат. А также много интересных роликов про участие детей в конкурсах, представлениях, в школьных сценках. Переходите, пожалуйста, по ссылке, которую я укажу в описании под видео. Для приготовления рулета нам понадобится 6 яиц, 1 столовая ложка какао-порошка, 4 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки с горочкой муки и ванилин. Для начала нужно отделить желтки от белков. Пока отправим в холодильник и займёмся взбиванием наших желтков. Взбиваем наши желтки с половиной нормой сахара. Вот такая пышная белая масса у нас должна получиться. И пока я продолжаю взбивать наши желтки, в комбайн отправляю 6 белков. Их нужно взбить в белую пышную пену с оставшимся сахаром. Я добавлю щепотку соли для того, чтобы белки лучше взбились. Совсем чуть-чуть. И продолжаю взбивать. Теперь нам надо взять третью часть наших взбитых белков. Они должны получиться вот такой консистенции. И будем вмешивать наши белки в взбитые желтки. Вот таким вот образом. Туда же мы отправляем ванилин. Муку. И какао-порошок. И хорошо перемешиваем. Для того, чтобы воздушность не потерялась изделие, нужно именно вымешивать, но не взбивать с миксером. Снова отправляем наши белки в оставшиеся. Подготовим противень. Застелим пергаментной бумагой. Теперь аккуратным ровным слоем мы должны вылить на противень нашу смесь. И все это хорошо разровнять лопаточкой. Шкаф разогревается до 200 градусов. И сейчас мы туда отправим наш рулет. Пока печется наш бисквитный рулет, мы займемся приготовлением заварного крема. Он тоже будет с добавлением какао. Наш бисквит приготовился. Теперь в горячем виде нужно попытаться его свернуть в рулет. Таким образом мы его свернули и пусть он у нас полежит и немного остынет. Сейчас я вам покажу, что нам нужно для заварного крема. Стакан молока, 4 столовые ложки сахара, 2 яйца, 1 чайная ложка крахмала и 2 чайные ложки какао-порошка. Сейчас нужно вылить яйца в кастрюлю и развести с 1 четвертой частью молока. Разбиваем яйца вот в такую посудину, в которой мы будем потом его заваривать на огне. И взбиваем венчиком яйца вместе с крахмалом, чтобы не образовались комочки. Вот таким вот образом мы размешиваем наши яйца с крахмалом и добавляем четверть стакана молока. Остальное молоко мы сейчас будем кипятить на огне вместе с сахаром. Вот такая вот однородная масса у нас должна получиться. Без комочков. Если у вас нет крахмала, вы можете заменить его мукой. Так, размешали яйца. Теперь сейчас переливаем в другую посуду и ставим на огонь. Таким образом мы будем заваривать наш крем. Сейчас нужно довести до кипения наше молоко и сахар. Постоянно помешивая венчиком или деревянной лопаточкой, чтобы молоко не пригорело. Ну вот смотрите, наше молоко закипело и мы его отключаем. И сейчас мы будем вливать наше кипяченое молоко в эту яичную смесь. Берем наше молоко и тонкой струйкой, все время помешивая нашу яичную смесь, вливаем в него молоко. Это нужно делать все быстро, чтобы все это не свернулось комочками. И сейчас мы эту смесь отправим снова на огонь и будем ее доводить до загустения, но не кипятить. Ставим на огонь и при постоянном помешивании будем доводить нашу смесь до загустения. И теперь самое время отправить к нашей смеси какао и все хорошо размешать. Все, наша смесь загустела и даже начала булькать. Мы выключаем. И теперь наш крем нужно охладить. Потом мы его будем взбивать миксером, чтобы он стал более эластичным и мягким. Смотрите, наш крем заварной остыл, он вот такой густой. И сейчас мы его будем миксером взбивать до эластичного состояния. Я взбивала крем 2-3 минуты. Посмотрите, какой эластичный и без крупинок и комочков он стал. Вот такой консистенции. Сейчас мы будем наш остывший рулет разворачивать, отделять от бумаги и смазывать нашим кремом. Сейчас я отделю бумагу от нашего рулета. Вот таким вот образом его просто надо развернуть. Когда он немножко полежал, то бумагу очень хорошо отделяем. Разравниваем наш рулет и смазываем шоколадным заварным кремом. Теперь мы сворачиваем обратно наш рулет. Вот таким образом прижимая. Использовала вот такую силиконовую доску. Теперь наш рулет нужно выдержать в холодильнике 2-3 часа, для того, чтобы наш крем загустел. Я вытушила рулет из холодильника. И сейчас я его посыплю сахарной пудрой. Для того, чтобы украсить его, украсила наш рулет сахарной пудрой. И сейчас я хочу разрезать и посмотреть, какой же он внутри. Он очень мягкий, нежный, пропеченный и с выраженным шоколадным ароматом. Я думаю, что близкие оценят ваш труд. Потому что он действительно очень вкусный. Давайте немножко отломим и попробуем, какой же он на вкус, наш рулет. Очень вкусно! Я благодарю канал Счастливая за такой прекрасный рецепт. Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на канал и ставьте пальчик вверх. Всем пока-пока и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok